ну что вот какие планы да какие планы мне больше хотелось побыть молодым мне бы хотелось пока я еще действительно молодой мне только исполнилось 38 это младенческий возраст для мужчины и мне бы хотелось побыть молодым побыть томом сойером мне бы хотелось побыть неформалом я не знаю там посидеть на скамейке свесив голову между ног ночевать на кладбище там я не знаю повызывать духов вот всякое такое понимаешь то чего в моей жизни не было потому что я же ведь уже много раз это говорил я в тепличных условиях возрос и культурами очень среди учился в этом нет ничего отрицательного там я наоборот вот на то что вот мамаши говорят я я типа их вот помещу своего ребенка там в обычную школу в эти хамские условия падая не знаю какие сейчас условия в 90-е годы обычной школы это был ад что там сейчас я не знаю эти помещу чтобы он типа знал жизнь так мамаши рассуждают все это идиотизм я уже много раз это говорил я считаю что детство нужно сделать родителям все чтобы у ребенка было хорошее детство потому что ничего больше хорошего у него не будет это детство это основа как в смоктуновский говорил та самая поляна на которую ты возвращаешься и совершенно незачем чтобы в детстве там была какая-то всякая петрушка и так далее но я пока не имею понятия как все будет осуществляться посмотрим меня тянет и к тому к другому я хочу быть и уличным мальчишкой и великим ученым и чтобы все это осуществить все это осуществить вместе ну посмотрим сейчас ну что еще про планы сказать про планы скрипка в плане ну давай вот скрипка это кстати говоря тоже чем я профессионально разбираюсь я полноценный скрипач я человек который умеет играть на скрипке который прошел весь этот путь который владеет этим инструментом плюс у меня еще ну как сказать это же классическая музыка я вот должен был бы про это очень много рассказывать а практически ничего не рассказывал практически ничего не рассказываю потому что понимаешь у меня все свелось и вообще все сводится у любого нормального человека к нему самому то есть любой нормальный человек все начинает мерить своей собственной меркой только без самообмана понимаешь потому что когда люди думают о себе а при этом значит выдают это за какую-то заботу о тебе это выглядит отвратительно с этим я постыремо сталкиваюсь что в общем то никто кроме самых близких людей да и те тоже не всегда то есть они если что-то делают то они делают для себя если для тебя то есть чтобы вот понимать чтобы вот лично тебе помогли поддержали твои интересы такого такое как бы сказать довольно редко но проблема в том что любая музыка любая любое исполнение но ведь должно быть для кого-то вот меня бывали такие эпизоды очень болезненные для меня меня на шашлыках просили сыграть вот мы на ящике там допустим отдыхаем ну мол всем чик давай там что-нибудь там на скрипке вот так мы все сидим тут в лесу и выпивка там и шашлыки такой вечер такая обстановка осема то у нас скрипач сыграй к нам что-то я отказывался ни разу не сыграл потому что я был не в форме не не подготовлен да и я самое главное что репертуар неподходящий как я считал то есть я считал что значит следующее что мурку я играть не буду потому что это значит унизительно чайковского я не буду играть потому что это не уместно за шашлыками да вот это вот как раз та история которая смотри как она разрешилась на самом деле на самом деле те кто сидел за шашлыками и просили меня сыграть они были правы ребят то есть правда на их стороне вот я сейчас объясню вот такая такой запутанный ход событий дело в том что музыкант он должен играть не для какого-то ограниченного круга музейных музейного искусства как это называют искусств классической музыки называют музейным искусством это действительно во многом так не для какого-то ограниченного круга музейного а музыкант он должен играть для любого человека для общества в целом да кто бы не попросил в любой ситуации там я не знаю там шашлыки что хочешь понимаешь чем дело и что касается репертуар вот этого музейного не музейного здесь тоже нет такого подразделения понимаешь любая музыка хороша нет музыки устаревший или не устаревший особенно вот в области классики да там вся музыка высококачественная принципе музыка она каждому нравится своя и там говорить о том что она делится на более качество менее качественное тоже не хочу потому что ну чё это такое это тоже кто сказал что кто-либо из нас может определять что такое качественная музыка что такое некачественное в общем я и в итоге про проделал большую работу над собой и проделать прошел длинный путь прежде чем понять что я должен играть скрипка соло без всякого сопровождения что я должен играть музыку по гонине баха и заи ну вот то что для скрипки соло написано скрипки без сопровождения и должен начать осваивать искусство импровизации вот это вообще центральное такое дело то есть искусство сочинения на ходу и того что ни при каких обстоятельствах ты не можешь запутаться зашиться то есть вот любой мотив который ты играешь любое развитие любые значит какие-то колоратуры там они тебя не заводят в тупик то есть ты можешь выйти из любой гармонии в любую гармонию по своему желанию как это делал джимми пейдж вот это мне бы хотелось в этом освоиться и ну еще важно сказать что искусство музыканта скрипача ну в принципе любого музыканта но любого как говорится есть инструменты которые в принципе к этому не располагают допустим то же самое фортепиано фортепиано это умные пианисты это признают это далеко уступающий скрипке инструмент то есть скрипка это королева инструю вообще в музыке и здесь мне в очередной раз несказанно повезло потому что я владею скрипка и скрипка это царь инструментов при этом конечно самый сложный инструмент безусловно это самый сложный инструмент из всех но это царь инструментов и искусство должно быть апполоническим то есть оно вот да как в этот самый вся тривиальная фраза коммунистическое искусство должно быть прекрасно да оно должно быть прекрасно это должен вот звучать что-то апполоническое это должен быть как апполон как орфей и где бы это ни было там за шашлыками в МФЦ в метро в бане с пауками где угодно это должно быть прекрасно ну вот такая вкратце ситуация ну а почему я говорю про своих коллег музыкантов что они мне не коллеги они не коллеги по той причине по что они не задумываются над тем как как и что должно быть они как говорится владеют чем-то профессионально а я хочу напомнить что в области классической музыки есть такой момент что можно в совершенстве играть петь в совершенстве водить инструментом прекрасно петь прекрасным голосом прекрасно играть на инструменте прекрасно звуком при этом быть абсолютным тупицей и с черной пустотой внутри вот так понимаешь в классической музыке это не только возможно но и присутствие сплошь и рядом потому что всему можно научить ты будешь играть хорошо формально вот и короче говоря ты будешь играть прекрасным прекрасным звуком но на самом деле за этим ничего не стоит вот это ужасно вот поэтому я и говорю что они мне не коллеги понимаешь потому что за этим должна стоять личность и интеллект просто вот как обезьяна наученная вот как это очень многие играют это друзья мои не то я имею в виду что вот в принципе